он конечно меня многому научил здесь он научил меня бегать первые 6 месяцев мне можно было практически проездной на этот хитрый экспресс покупать потому что я постоянно либо встречала гостей либо их провожала рынок очень завязаны на связи на контакты кем там твой папа в детстве там ходил в школу играл в гольф я просила на год не отпустить отпустили меня на 6 месяцев но я сказал да конечно вот и вот уже 12 лет спустя я все еще здесь было определенным препятствием то что я женщина не то что там русская и через пять лет после этого я получила после чего собственно сказал еще раз большое спасибо сделала низкий поклон и открыла свой бизнес конечно мне кажется что я прекрасный начальник сейчас смотрят простите ребята вот так вот было Всем привет, я Алиса Зотимова. Я живу в Лондоне уже почти 12 лет и переехала сюда из подмосковного города Красногорск. Это моя история. Сейчас мы находимся на крыше нашего офисного здания, где расположен офис АЗ Real Estate. Здесь прекрасно видно крыши района Марлебон, одного из центральных исторических районов. И также это у нас довольно современные офисы. На крыше они тоже разместили несколько переговорных комнат. Но мы сейчас с вами, как вы видите, наружу, на свежем воздухе. Мои первые впечатления от Лондона и период адаптации прошли... Ну, впечатления были хорошие, а адаптация прошла, я думаю, довольно мягко. И мне было очень интересно. Но надо исходить с того, что я активно хотела здесь оказаться. И я несколько раз бывала в Лондоне до этого туристом. Много что облазила, много куда поездила еще в предыдущие поездки. Поэтому, когда я переехала сюда в июле 2007 года, это было осознанное, позитивное решение. И с тех пор, если честно, наверное, за эти 12 лет по-прежнему Лондон меня не подвел. И наша взаимная любовь и уважения продолжаются. Конечно, есть всегда какие-то плюсы и минусы. Но первые 6 месяцев прошли особенно активно. Потому что мой перевод в английский офис, первый его срок, это было как раз продолжительность 6 месяцев. Поэтому мне очень важно было, что все мои близкие друзья успели меня посетить в Лондоне, пока я здесь. Поэтому я жила в квартире в one-bedroom apartment на улице Sussex Gardens. Это рядом с Lancaster Gate, рядом с Гайдпарком, но и также рядом с вокзалом Паддингтон, от которого очень удобно ходит Хитроэкспресс. То есть поезд 15 минут, и ты в аэропорту Хитро, куда прилетало большинство российских рейсов. Вот. И первые 6 месяцев мне можно было практически проездной на этот Хитроэкспресс покупать. Потому что я постоянно либо встречала гостей, либо их провожала. При этом ходила, ну, естественно, на работу, встречалась с новыми друзьями. И у меня не было, да, скучных минут и уж точно часов. Было очень интересно. Я тоже всегда пользовалась возможностью, когда ко мне кто-то приезжал вместе, съездить в новый там город, да, и таким образом. Ну, и не только за первые 6 месяцев, наверное, за первый год и первые несколько лет. Там я посетила Эдинбург, Оксфорд, Кембридж, Стратфорд, Виндзор, БАД. Ну, в общем, такие интересные города и какую-то историю Англии. И узнавала места вне Лондона тоже. Ну, и в том числе лондонские пригороды. Что еще? Да, каких-то, ну, хозяйственных вопросов и очень больших сложностей я сейчас уже не помню. Наверное, то, что было у кого спросить. То есть, опять же, я не всегда, наверное, в целом в жизни не стеснялась и не боялась просить о помощи друзей, коллег, знакомых. Ну, просто какого-то бытового совета или каких-то интересных идей, там, веб-сайтов, мест, куда сходить. Вот. И была ко всему открыта и готова, да. То есть, конечно, если коллеги шли после работы в паб, то я легко говорила «да» и там что-то новое для себя. Открывала новый сорт пива. Нет, наверное, приятным удивлением было то, что в Англии вообще пьют довольно много вина, и в том числе в пабах. Я думаю, уроков и инсайтов жизнь в Лондоне мне принесла довольно много. Но, наверное, были бы уроки, если бы я жила и в другом городе. То есть, здесь проходят и прошли интересные годы моей жизни, и за что я Лондону очень благодарна. В целом, я испытываю к нему большую, как я сказала, по-прежнему любовь и уважение. Ну, и я думаю, что это чувство взаимно. Говоря про любовь, я уже в Лондоне как раз встретила свою любовь. Мы познакомились с моим мужем, хоть мы оба из Москвы, уже здесь, и прожив здесь параллельно довольно много лет. Но, наверное, поэтому для меня уже Лондон сейчас дом. Здесь моя семья, хоть моя мама живет в России, моя сестра, но здесь уже наша семья. А чему меня Лондон, конечно, меня многому научил здесь. Он научил меня бегать. Наверное, это я замечаю сейчас для многих, переехавших позже, моих друзей, знакомых. Это тоже такой определенный этап, чему я всегда очень радуюсь. Но Лондон своим климатом и наличием парков, и в целом такой довольно спортивной культурой среди обыкновенных людей располагает к здоровому образу жизни. Ну, и для многих это воплощается в том, что очень легко просто начать бегать на улице, да, или в спортзале, наверное. Но у меня всегда было на улице интереснее. Вот, и я помню, что, да, в 2007 году я попробовала первой пробежала свой этот 5к, да, 5 километров забег. Ну, там что-то за 32 минуты. Конечно, не какой-то глобальный рекорд. Но с тех пор, да, я полюбила бег, и, в общем-то, эта любовь продолжается. С тех пор я тоже пробежала уже и полумарафон, и какие-то просто, ну, не рекордные забеги, но открыла для себя это. И это, в общем-то, да, то, что у меня связано с Лондоном, в Москве как-то это сложнее. Хотя у меня был интерес к тому, чтобы побегать по улице, вот, но это было как-то пыльнее, грязнее и сложнее воплотить, особенно зимой. Я точно адвокат и, так сказать, пропонент, да, то есть, не знаю, агитатор за Лондон во многом, потому что мне здесь очень нравится культурная жизнь. То есть, я немножко такой как-то гик или там ботан по музеям, художественным галереям и театрам. То есть, это действительно то, что мне нравится как хобби вне работы. И, конечно, здесь огромный выбор, куда пойти в этом плане, много новых постановок. Здесь я для себя открыла более глубокую оперу и балет, и пересмотрела кучу классических и современных постановок. Вот, сейчас уже тоже за 12 лет уже немножко угомонилась, но первые несколько лет, наверное, да, у меня были там билеты, ну, раз в неделю точно в Royal Opera House, в Covent Garden, вот, и в другие места. Да, музеи по-прежнему мы ходим на какие-то новые выставки, постоянные коллекции. И в большинстве музеев есть такая возможность стать другом этого музея или галереи. То есть, за, ну, относительно невысокую плату в год можно получить членскую карточку, которая тебе дает постоянный доступ, какие-то пользования там специальной комнатой, залом для членов со своим кафе. Ну, и вообще, в принципе, деньги идут на доброе дело. Вот, так что, да, Лондон продолжает меня покорять, удивлять. Опять же, конечно, не вся жизнь прошла в розовых очках, были, наверное, какие-то свои сложности, но сейчас что-то такое драматичное, ничего не приходит в голову. Я занимаюсь недвижимостью уже последние 16 лет, и из которых 6,5 лет я работаю на себя, я открыла свою компанию, и мы работаем с частными клиентами, инвесторами, многие из них русскоязычные, помогаем им в Лондоне и Великобритании. Конечно, открыть свою компанию, причем еще за границей, это действительно, наверное, основной квест, челлендж, и мой проект, мои карьеры деловой, но, да, теперь уже это 6 лет назад, даже будет летом 7, все кажется, конечно, просто, и вроде как-то оно само с собой случилось, но, конечно, в тот момент это был большой шаг. 10 лет до этого в общей сложности работала в двух крупных международных консалтинговых компаниях по недвижимости, и в Москве, и потом в Лондоне. Я поняла, что, с одной стороны, я исчерпала все возможности дальнейшего какого-то интересного роста, для себя каких-то новых мотиваций, а при этом во мне начинали закипать какие-то предпринимательские, антрепренерские соки. Конечно, если в детстве меня спросить было, не было такого, что в 10 лет я уже хотела быть бизнес-вумен и открыть свой бизнес, но при этом, оглядываясь назад, мой папа, например, в первый конец советской эпохи и первые перестроечные годы, у него действительно был свой кооператив, и он работал, как только стало это возможно, работал на себя, и, наверное, все-таки это тоже нанесло свой отпечаток. Я посчитала, что у меня достаточно есть навыков, чтобы предлагать их напрямую клиентам. Я также увидела определенную нишу по предложению таких профессиональных, качественных консультаций, которые я оказывала на, скажем так, корпоративном уровне, большим клиентам, инвестиционным, фондам, пенсионным. Но предлагать их частным клиентам, возможно, с меньшим капиталом, но которые тоже представляли определенный бизнес-интерес, но не были, так скажем, охвачены, да, особенно на лондонском рынке. И, в принципе, эта ниша, она сработала, это то, чем мы сейчас занимаемся. Если вы когда-то будете думать о том, чтобы работать на себя или открыть свою компанию, мой совет – обязательно общаться с другими антрепренерами, предпринимателями, делиться опытом, делиться каким-то life hacks, бизнес hacks, слушать, как это, какие сложности. Уже когда моя, видимо, идея зрела во мне, я еще работала на стабильной корпоративной работе, я довольно много общалась, меня окружали такие люди и так, у меня были друзья, знакомые, кто-то из них стал ментором надолго или на какой-то короткий срок. Вот, поэтому, конечно, опыт других людей очень важен, если можно к нему прикоснуться. Ну и я тоже читала очень много книжек бизнеса и разных по саморазвитию. Но мне всегда это было интересно. И да, из того, что повлияло, я точно помню, что как раз где-то в 2011-2012 году я прочитала книжку «4-hour workweek» – 4-часовая рабочая неделя. Тима Ферриса, вот, я думаю, многие о ней знают. Но и тогда она тоже оставила свой след и повлияло, да, на какое-то на мое отношение к работе и желание изменить свою карьеру. Моя визовая история была такова. Я приехала в 2007 году, и это был перевод, ну, то есть в каком-то плане мне повезло или была возможность, вернее, ну, мне ее не предлагали, я ее сама сгенерировала. Я работала в компании «Cushman & Wakefield», это международная такая большая компания. Я работала в ней в Москве, достигла определенных успехов, была на хорошем счету. И мне было интересно, ну, это была моя основная мотивация – это поработать и иметь какой-то опыт работы в более зрелом рынке недвижимости по сравнению с тем, что происходило там в начале 2000-х годов в Москве. И я обратилась с этой идеей к своему руководству. К тому моменту тоже у меня были налажены уже какие-то внутренние связи внутри компании, в том числе в английском офисе, за счет там посещения конференций каких-то, ну, и просто общения. Ну, кстати, я вообще тоже, если есть такая возможность, я помню, что когда я путешествовала просто на там выходные или куда-то иезжала в новую страну, я все равно смотрела, где у нас там есть Кушмановский офис, и шла к ним в гости, и там общалась, да, ну, говорила привет и смотрела, как они там живут. И, в общем, я попросила о таком переводе, и мне его одобрили. И отпустили меня, ну, я просила на год меня отпустить, отпустили меня на 6 месяцев. Ну, я сказала, да, конечно, вот, и вот уже 12 лет спустя я все еще здесь. Но надо заметить, да, и виза была, по-моему, вначале, если не ошибаюсь, into company transfer. Поддерживаем ее Кушманом. С тех пор немножко изменились, насколько я понимаю, условия дальнейшей подачи документов, если ты хочешь продлить свое нахождение в Англии или подать потом на гражданство документы. И эта intercompany transfer засчитывалась. То есть по ней я сначала 2 года, по-моему, прожила, и потом еще раз они мне ее продлили. Либо она уже была tier 2, просто sponsored, без, я, если честно, уже подзабыла эти детали. Ну, в общем, работа меня спонсировала, и за что им большое спасибо. Вот, и через 5 лет после этого я получила ILR, да, Indefinitely history name. После чего, собственно, сказала еще раз большое спасибо, сделала низкий поклон и открыла свой бизнес. Вот, потому что привязки по визе у меня уже не было. Что самое сложное в моей работе? Наверное, оно, то, что сложное, оно и интересное. Нет каких-то невыполнимых задач или того, чтобы я совсем не делала, да, или очень чего-то бояла. И сложность специала менеджмента, управления и ведения любого бизнеса – это построить хорошую команду, найти людей, которые бы воплощали твои идеалы, да, были единомышленниками, при этом готовы были бы хорошо и желательно много работать, хотя бы хорошо, и при этом ты бы мог себе позволить. То есть, ну, создание команды – это непростой путь. Я, в общем-то, поцеловала достаточно лягушек за того, как найти своих принцев, ну, только в моем случае это принцессы, вот. Но это, наверное, одна из таких сложных задач. Что еще? Ну, наверное, приоритизация, да, то есть всегда чем заниматься, priorities, потому что, конечно, в наше время, во-первых, очень много на нас попадает информации, запросов, тем действий, возможных путей, ходов, чем ты можешь заняться, чем тебе, например, кажется, что нужно заняться. Очень важно там для меня останавливаться, как бы делать глубокий вдох и выдох, и смотреть, что надо вынести на передний план, да, на что отреагировать во вторую очередь, а что, может быть, оставить вообще какое-то время, не трогать, и оно само исчезнет. Важно stay focused, да, то есть оставлять свой, ну, то есть точно знать, что в твоем прицеле, на чем ты сфокусированный, вот в минуты какого-то, в минуты суматохи, или когда тебя хотят там порвать на много частей и увлечь разными там интересными, или просто, не знаю, мелкими какими-то делами. Важно напоминать себе и своим коллегам о том, чем вы занимаетесь, и что самое главное. Что касается команды, ну, знаете, я вам скажу одно, а мои сотрудники текущие скажут что-то второе, а бывшие вообще, наверное, третьи, да, и поэтому лучше не будем их спрашивать. Но, конечно, мне кажется, что я прекрасный начальник, объективный, в меру справедливый, в меру суровый, в меру добрый, веселый, находчивый. Плачу всем вовремя. И вообще у нас хороший офис, и приятно со мной работать. Ну, или, по крайней мере, это точно то, к чему я стремлюсь. Как я сказала, да, команда, особенно у нас в команде пятеро на данный момент, и, конечно, это не очень большой коллектив, но каждый сотрудник присоединился, ну, или был там добавлен в команду путем органического роста, да, то есть, конечно, нет смысла в первый день, там, открытия бизнеса нанимать, там, пять человек сразу, которым нечего будет делать, да, но если, конечно, ты, не знаю, не кафе или не, там, мастерская пошива одежды. Я была и подчиненным сама, и всегда хочется по, там, не знаю, человеческие, это истины, или, там, библейские, или уж какие. Стараюсь относиться ко всем так, как мне бы хотелось, чтобы ко мне относились, да, но при этом это тоже может быть такая полка о двух концах, потому что сама я довольно много работала в своей жизни до того, как открыть свой бизнес, и я по своей природе довольно любопытный человек, и мне, в общем-то, всегда что-то интересно узнать новое, если я не знаю, да, там, поискать ответ, а не сидеть сложа руки, довольно, ну, я по жизни занимаю довольно проактивную позицию, поэтому, конечно, сравнивать всех с собой иногда получается сложно, потому что, ну, мы все разные люди. Ну, и вообще считается, с другой стороны, что всех нанять или, там, работать со всеми людьми, которые такие же, как ты, это даже не очень эффективно, поэтому я стараюсь об этом помнить. По балансу жизни и работы собираюсь прочитать новую бизнес-книгу, что «It doesn't have to be crazy», или что-то такое «Work doesn't have to be crazy», вот, который из того, что я поняла, уже как раз приятно, что что-то я и так в жизни воплощаю, плюс, конечно, если изначально я ориентировалась на четырехчасовую рабочую неделю, конечно, это полная иллюзия и фантазия, не знаю, может, Тим Феррис, но судя по тому, как он работает сейчас, он тоже не четыре часа в неделю работает, но у него большой драйв, и мне тоже очень нравится, и стимулирует, и меня мотивирует от работы, поэтому, в общем-то, это интересно, это фан, это определенная охота, и сложно провести линию между тем, что я делаю там силком, а что для себя. Конечно, есть культурная разница в корпоративной среде и культуре между Россией и Великобританией, и действительно мне удалось поработать, в принципе, международной компанией и в Москве, и в Англии, причем на бумаге название было компании одно и то же, конечно, на практике было много различий между работой этих двух офисов, ну, некоторые в целом такие более глобальные различия, наверное, к подходу к работе, мне все-таки кажется, что да, в России, в Москве, ну, опять же, там, не знаю, 12 лет назад мы работали больше, активнее, и, в общем-то, да, там, не считали время прихода и ухода, и там от звонка до звонка такого ощущения не было, но, с другой стороны, может быть, на это влияла и система компенсации, так, в Москве в недвижимости у большинства людей была, ну, как бы, определенная зарплата была составляющей также комиссионных, которые ты очень четко мог посчитать по каждой сделке, в которой ты был увлечен, и понять, сколько ты заработаешь, вот, и если ты был активный и, в общем-то, не сидел на стуле постоянно и что-то предпринимал какие-то действия, это могло напрямую отразиться на твоем заработке. Здесь же, когда я переехала в 2007 году, и, в принципе, ситуация не сильно изменилась, в той же самой компании была зарплата уже более значительная, и вот этот discretionary bonus, да, то есть бонус на усмотрение руководства, который, в принципе, за пять лет работы я получила однажды, в первый год, но не потому что я была какая-то плохая сотрудница, да, просто у меня вообще еще работа осталась, да, других там, многих поувольняли, но потому что случился кризис 2008 года, кредит кренч, да, и, в общем-то, бонусы вернулись там тоже где-то только лет через пять, вот, а я, в общем-то, сохранила свое место, рабочие зарплаты и так далее. Из разницы общения с руководством, наверное, мне повезло, в Москве у меня были очень интересные коллеги, руководители, мне удалось работать со многими очень умными людьми, у которых я многому научилась. Вот, в Англии, наверное, с этим было посложнее, то есть, ну, людей, руководители были, но вот какого-то там драйва и действительно ролевых моделей, ну, я думаю, что они смотрят сейчас этот ролик, то если смотрят, простите, ребята, вот так вот было. Да, то были тоже интересные люди, но, конечно, такого вот какого-то действительно харизматичных и каких-то очень активных людей попадалось меньше. То же, вот, в целом, разница между вот прямотой, да, больше общения в российском обществе и такой, может быть, более завуалированной, такой мягкой какой-то двоякой этой системы вежливости и недосказанности английского общества, ну, я это чувствовала в общении с коллегами и с руководством. Неоднократно, да, мне говорили, что I'm very direct, то есть я очень прямолинейная, ну, и, в общем-то, это уже практически такое было качество на грани фола, да, то есть, конечно, это хорошо, ну, может быть, тебе как-то немножечко вырулировать свои мысли, Алиса, вот, а то вдруг люди там подумают, что ты и правда про них это думаешь. Вот, да, я говорю, а я и правда про них это думаю. Ну, в общем, были, конечно, разные моменты, но в целом все положительно ко мне относились, кто-то, как может быть, к такой более там неведомой какой-то заморской зверушке, кто-то искренне интересовался, задавал вопросы, и у меня до сих пор мои английские друзья, которые у меня сейчас, мы поддерживаем связь, они все появились на работе, и за что этой работе большое спасибо. Вот, то есть люди разные есть, я считаю, везде. Были какие-то смешные моменты про то, там, как я одевалась, многие думали, что я какая-то очень богатая женщина, потому что я просто, ну, у меня было несколько костюмов и рубашек, которые, в общем-то, еще из Москвы. Я, в общем-то, они не были там какие-то баснословно дорогие, но я их надевала и, в общем-то, следила за своим внешним видом, вполне опрятно и ухоженно ходила на работу, вот, но для многих это было удивительно, потому что, конечно, были, ну, что уж там, и какие-то сотрудницы, особенно, там, женского пола, в каких-то этих сбитых тапочках чешках и, там, под этими, с колготками, в общем, какими-то не самого, да, в общем, свежего и цельного вида, вот. В 2007 году я была платиновой, ну, или просто очень белой блондинкой. Мне это очень нравилось, и, в принципе, тоже я вполне органично себя в этом чувствовала, но вот за 12 лет, да, зайка сменил шкурку с белой на свое натуральное. Ну, в каком-то плане, да, были какие-то более долгосрочные такие изменения в целом в стиле, моде и ощущении себя после переезда из Москвы в Лондон. И я думаю, да, что в целом Лондон дает тебе больше быть самим собой, там, меньше думать о чем-то внешнем, но все равно все-таки русский человек, ну, и особенно русская женщина должна за собой, я считаю, следить и нести этот флаг и марку в городе. Отразилось ли то, что я эмигрант из другой страны на том, как сложно и легко мне было продвигаться и пробиваться в бизнесе? Ну, конечно, это наносило свой отпечаток. Я бы не сказала, что я чувствовала какие-то препятствия именно потому, что я из другой страны, потому что я хорошо говорила по-английски, у меня были большие достижения, как бы у меня был определенный послужный список, то есть уже вот этот первую там или какие-то первые ступеньки преодоления я оставила позади еще до переезда. Ну, конечно, все равно важно было, ну, то есть когда люди знали, что я там русская и думали, что я буду говорить speak like this, и было даже определенное разочарование, что у меня акцент какой-то американский, потому что я в подростковом возрасте, я год провела в Америке, и вот у меня действительно иногда, я здесь уже 12 лет, но в английском у меня проскальзывает какой-то American twang, и он точно менее бритиш, но люди, зачастую мужчины, были разочарованы, что я не звучу как вот classical bond girl. Конечно, когда мы изучали английский, это первое, от чего хотелось, в общем-то, уйти, да, и не говорить this, а говорить this, вот, но ожидания, да, у всех разные. Ну, это опять какие-то такие мелкие зарисовки, если говорить по существу о продвижении в недвижимости, скорее мне, ну, не мешало, но было определенным препятствием то, что я женщина, а не то, что я там русская, потому что это довольно такая традиционная индустрия, индустрия, да, которая, не знаю, там как минимум 200 лет уже, в которой, не знаю, большую часть этого срока доминировали мужчины, и, в общем-то, из определенных, там, вполне привилегированных кругов. Сейчас я очень рада, что больше и больше женщин, опять же, многие женщины там приезжают из Америки, из других стран, и на сегодня, в 2019 году профессиональный рынок недвижимости в Англии, он более сбалансированный, тоже много специалистов, женщин, но все равно, особенно вот в таких крупных и в чем-то архаичных компаниях, да, вот, компания, в которой я работала, она была основана в Лондоне в 1820 или 12-м году, то есть у нее действительно была глубокая история, в основном женщины были на административных позициях, и это их вполне устраивало, в общем-то, и они особо, ну, многие далеко не метели, вот, а я, ну, требовала к себе определенного уже профессионального уважения, имела, ну, по собственному ощущению определенный вес, мне было что сказать, да, но не все готовы были именно это сразу воспринимать, но, в общем, я никогда не давала это на себя остановить, и, я думаю, действия, опыт сделки и, ну, твои разумные какие-то фразы, участие, они в итоге перевешивают любые ожидания и предрассудки. А в недвижимости, конечно, сложно и любому ньюкамеру, да, и иностранцу тоже сложно, потому что это рынок очень завязанный на связи, на контакты, с ним там твой папа в детстве там ходил в школу или играл в гольф. Конечно, у меня этого ничего не было, но были какие-то другие качества, активность, интерес, ну, и в каком-то плане, я считаю, что, да, все свои слабые стороны надо стремиться вернуть в сильный. Сейчас мы находимся в, наверное, самом большом книжном магазине и Лондона, и точно в сети Waterstones, это магазин на Пикадилле. В нем в старинном здании шесть этажей, сейчас мы на четвертом, где есть отдельный отдел русской литературы, ну, или книга на русском языке. Я с детства очень люблю книжные магазины, и вообще, да, книгачей или, как по-английски говорят, bookworm, да, книжный червячок, вот, и в основном предпочитаю, конечно, книги в печатном формате, хотя последние пару лет освоила и Kindle. Вот, а здесь, ну, можно купить что-то свежее или просто зайти, это магазин в центре города, здесь иногда проводят встречи с русскими и разными интересными писателями, вот, и поэтому мы здесь, чтобы показать вам кусочек моей лондонской жизни, отличные вот кафе, рестораны и офисы. Но у меня всегда несколько книг параллельно идет на чтении, на моей прикроватной тумбочке лежит. Сейчас я очень интересно читаю, правда, большую книгу, и где-то на третью сейчас осилила, это на русском языке «Империя должна умереть» Михаила Зыгаря, очень интересно про историю России в районе 17-го года. А также я часто читаю книги по развитию бизнеса, и люблю детективы Агат Кристи, и, наверное, очень много романов Стивена Кинга тоже прочитала, что позволяет отвлечься от реальности Англии 21-го века, и перенестись куда-нибудь либо в воображаемые миры, либо в ту же Англию, но в начало 20-го века. Я во время учебы в институте работала в ресторане в центре Москвы, в районе метро Павелецка, он назывался «The Place». И сейчас он, к сожалению, уже закрылся, он располагался в большом новом тогда только что построенном бизнес-центре, офисном центре Riverside Towers, где, наверное, я впервые увидела, как выглядит офис недвижимость Класса, но это важно еще и потому, что там же находилась офис компании Jones-Lang Lassalle, где я потом стала работать. В моем телефоне много приложений, но, наверное, меньше, чем у многих. Больше всего я пользуюсь приложением для отправки электронных сообщений, то есть, наверное, имейл, но не Gmail, а приложение, которое есть только в моем телефоне, потому что у меня BlackBerry. Если вы вообще знаете, что это такое, конечно, многие надо мной смеются, но я вот уже лет 15, наверное, пользуюсь BlackBerry, они работают на андроиде, поэтому стало полегче. В этом телефоне есть настоящая клавиатура, что мне очень удобно. А помимо отправки имейлов, я думаю, что следующее по популярности моего использования – это WhatsApp, которым я тоже пользуюсь для общения и с друзьями, и с клиентами часто, мы по нему созваниваемся, плюс, ну, наверное, Инстаграм. Очень сложно выделить любимый парк, потому что, наверное, парки – это вообще в целом парки Лондона, это лидер моего хит-парада для того, что мне нравится в Лондоне. Но помимо, наверное, известных центральных парков, как Гайдпарк, Рейджинспарк, Клинпарк, мои два любимца – это парки поменьше, в тех районах, где я пожила дольше всего. Сейчас это Голдерсхилл парк в районе Хэмстеда или Уэст Хэмстеда, где я живу сейчас. А также я всем рекомендую посетить такой небольшой Рейвенскотт парк. Он находится между, примерно, Хэммерсмит, Хэммерсмитом, метро и районом, и районом Чизы. Я вообще очень люблю архитектуру, ну, и, наверное, здание – это та материальная составляющая моей работы в недвижимости, которую можно, если не потрогать, то постоять рядом и увидеть живьём. Поэтому я давно люблю архитектуру в целом, и, конечно, в Лондоне мне нравится точно больше, чем одно здание. Поэтому не просто ответить на этот вопрос, наверное, в здании есть ещё и содержание, поэтому если говорить не о оболочке, а начинке, то это музей Виктории Альберта, музей прикладного искусства. Ну и здание там тоже симпатично, там есть очень красивый дворик, но то, что хранится в этом музее – это просто клад для любителей предметов, искусства, старины, красоты и дизайна. Вот, а по архитектуре снаружи, наверное, мне нравится очень здание. В Лондоне их есть несколько периодов арт-деко, то есть, если вы представите, дом, в котором жил Иртюль Пуаро, как в принципе, вот это примерно такое здание, и их несколько, есть несколько жилых объектов. Есть такое очень интересное здание с кошками египтскими в районе метро Кэмден, которое бывшее здание сигаретной фабрики Фаррерс. Вот оно тоже относится к этому периоду. Если не видели, обязательно посмотрите. Похоже на какой-то большой египтский храм начала XX века. Я назову город Москву. Я по Москве скучаю, там много хорошего. Но в Лондоне, который, наверное, мой первый или второй любимый город, я уже живу и так, поэтому, опять же, Москва – это мои родные фунады, так что Москва. Любимую песню я вообще люблю музыку, и попеть, иногда поподпевать, наверное, скажу, что это Don't Stop Me Now, Queen, ну или Dancing Queen, Аббе. Вот, как-нибудь, наверное, из-за этих, в зависимости от настроения. Думаю, что сложно мне будет порекомендовать, потому что я всё-таки больше как-то читатель и визуал, чем слушатель. Но если вы... Есть один подкаст очень смешной, который я долго слушала. My Dad Wrote a Porno, если вы не знали, послушайте обязательно. Сериалы, конечно, я люблю, и в последнее время смотрю, наверное, больше их, чем полнометражные фильмы. Ну, любимцев много. Наверное, из-за того, что приходит в голову, сейчас очередной сезон True Detective вышел. Также я очень любила Mad Men, про рекламщиков Нью-Йорка 50-60-х годов. А если говорить о фильме, то, наверное, мой самый любимый фильм на все времена – это «Английский пациент», The English Patient. И, конечно, наверное, в названии всё уже сказано. И в 98-м году, когда он вышел, уже, наверное, можно было мою судьбу частично определить по названию этого фильма, да, потому что пациент оказался английским. В Лондоне очень много вкусных мест, ресторанов, разнообразие мировой и местной кухни, и поэтому выбрать один самый любимый ресторан даже будет, если… Ну, очень сложно, наверное, даже невозможно. Скажу точно, что я очень люблю рыбный ресторан «Скотт» на Маунт-стрит, Мейфе, очень советую вам его посетить. Также «Барафина» – это такой испанский «Тап из Бар». Все они берут резервации, их вообще три по Лондону, но в каждом из них обычно очередь на посадку. Тоже просто обязательно надо там побывать. Это, наверное, исключение, мировое исключение из правил про звезды рейтинга ресторана «Мишлен», который обычно присваивается ресторанам со скотерцами, огромные винные карты и так далее. Это вот у «Барафины», хоть там вообще нет столька, там только железная стойка и меню на одной странице. У них есть «Мишленовская» или «Звезда Мишленов». Ну, а из кофеин и пекарен и вкусных булочек рекомендую какая-то сеть кафе «Гейлз» называется. Вы можете встретить во многих районах Лондона. А так каждую неделю, наверное, или каждый месяц появляется что-то новенькое, вкусненькое. Если соскучитесь по русской кухне, вот недавно открылся «Бабель», который мне очень нравится, там мы еще не все съели. Ну и есть «Зима» и «Мариванна», наверное, все они знают. Если вы оказались в Лондоне всего на один день, конечно, очень сложно посоветовать что-то универсальное, наверное, будет зависеть от того, что человеку нравится самому. Но я бы, наверное, не пыталась, например, пойти и провести весь день в британском музее, хотя там точно будет очень интересно. Попробуйте прогуляться либо вдоль реки Темза, например, по Саусбэнк, по южному ее берегу, где хорошая пешеходная дорожка, и вы увидите в достопримечательности, и сможете зайти в какой-нибудь музей или кафе, передохнуть, перекусить, и почувствуйте дух города, потому что вам встретятся люди и тоже прогуливающиеся, и бегущие на встречу, кто-то поедет на велосипеде. Или можно, хоть это может быть и банально, решение, но я часто рекомендовала прокатиться на одном из вот этих экскурсионных автобусов, потому что маршрут у них действительно удобный, можно послушать что-то, какую-то аудиозапись понять, что-то проезжать, хотя бы будет какой-то lay of the land, то есть вы ощутите какое-то расположение города, его центра, ну и всегда можно выйти, погулять где-то, где вам понравилось, и снова сесть на такой автобус, то есть когда очень мало времени, мне кажется, мне кажется, это тоже решение. Или просто, если хорошая погода, идите в парк, гуляйте там, смотрите на белок, фотографируйтесь, и обязательно приезжайте еще раз. Большое спасибо, что вы посмотрели мою историю, уделили ей время. Надеюсь, вам было интересно. Если вы захотите задать мне какие-то вопросы лично, по электронной почте или придя к нам в офис, я буду рада. Надеюсь, что вас ждет успех, и все ваши мечты сбудутся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!